Итак, российские фондовые рынки сегодня торгуются через пень-колода. Есть публичная информация о том, что сайт Московской биржи и вся система Московской биржи подвержена сегодня, как я понимаю, кибератакам и прочим в этом духе. Даже котировки плохо работают на акции компаний, котировки на сырьевые товары, ряд сервисов работают через пень-колод, да и заявки тоже, признаюсь честно, у меня хреново отрабатываются в брокерах. В трех брокерах я это делал и очень как-то все плачевно, поэтому сегодня торговать я до решения этой проблемы не стану, как пробуем решать, я в рынок сразу вернусь. До этого периода времени, до решения этого вопроса, я бы хотел с вами поговорить конкретно о том, чего ожидать в экономике Российской Федерации уже ближайшие полгода, ну как минимум до Нового года. Сразу я отмечу важный момент, что я касаться политики не буду здесь, меня политика особо, честно скажу, не интересует, я просто хочу привести корреляцию в макроэкономике в рамках тех проблем, которые имеются сейчас в геополитике и в мировой экономике в том числе. То есть будет подтекст чисто экономического содержания о том, как рядовым трейдерам поступать дальше в рынке и чего, соответственно, ожидать. Ну, во-первых, смотрите, впереди будет судьбоносное событие, так или иначе, это референдумы в тех местах, о которых вы неоднократно слышали. Я их просто озвучить не буду, соответственно, думаю, вы сами это знаете. Что за регионы? Соответственно, вопрос, после референдумов, как рынок на все это отреагирует? Рынок уже отреагировал обвалом. Сейчас идет технический отскок по рынку акций Российской Федерации. Технический отскок, не начало роста, технический отскок. Потому что потом он будет с высокой долей вероятностью ниже текущих уровней. Как будет торговаться рынок в среднесроке? Путем падения. Сейчас обосную, почему. Потому что политика вновь доминирует над экономикой. Соответственно, первый важный фактор. Я думаю, вся эта политриторика Востока, Запада, Северной Евразии, она с повестки дня не уйдет. И тем самым, по мере раскрутки этого маховика политики, я как понимаю, уже исходя из текущей риторики, Евросоюз расширит санкции против Российской Федерации. За Евросоюзом, скорее всего, последует ряд других западных и прозападных стран, в том числе и США. И пока не раскрывается конкретно вопрос о том, какие санкции будут внедрены снова, какие секторы экономики. Но, что уже понятно, это дальнейшее ослабление рубля. Здесь имеются два фактора. Помимо санкций, еще стоит ребром вопрос бюджетного правила. И вчера президент Российской Федерации озвучил, что Россия выйдет на бюджетные правила к 2024 году. Тем самым, дефицит бюджета в Российской Федерации будет наращиваться, экспортные пошлины будут расти, прочие виды налогообложения тоже будут расти. А по мере внедрения тех или иных санкций, в совокупности всех этих негативных макроэкономических факторов, рубль будет ослабляться. По мере ослабления рубля внутри Российской Федерации будет расти умеренным темпами инфляция. Ну и, соответственно, если сырьевый товар начнет свой активный рост уже в начале следующего года, по мере того, как федеральная резервная система ставочку будет понижать от уровня 4,5% годовых, у нас индекс доллар покатится вниз. Тем самым, сырьевые товары будут расти. Двойной удар инфляционного содержания, назовем его так, в адрес экономики Российской Федерации. Это важно. Сразу подчеркиваю. В рамках всего вышесказанного пара рубль-доллар, пара юань-рубль, пара евро-рубль, пара индийская рупия-рубль, пара турецкая лира-рубль, да и ряд других валют, которые торгуются с рублем, они будут крепнуть. Рубль будет ослабляться. Тем самым, среднесрочные уровни по доллару неизменны. 80-90. По евро то же самое. По юаню 15-16 рублей за 1 юань. Второй важный момент, чего ожидать конкретно на рынке Российской Федерации, это депрессия. Я еще раз напомню, что если 30 сентября Газпром дивиденды не одобрит, а мы с вами не знаем этого, одобрит он, не одобрит, в рамках тех проблем, которые имеют сейчас, сказать очень трудно, поверьте, почти что нереально. Но если не одобрит эти дивиденды, то вера широкого сентимента рынка в российский рынок акций, она просто обвалится. Ну, то есть, народу будет неинтересно, наверное, как-то посмотрят, там кинули, сям кинули, там дивиденд зажали. Сегодня Полиметал сказал, что дорогие акционеры, хрен вам с маслом, но никак не дивиденды. Там подняли экспортные пошлины, в удобрениях экспортные пошлины, в углеводородном секторе и прочем. Ну, и смотрят, люди понимают, что, блин, там будут издержки в прибыли, там будут высокие затраты, ну и дивиденды. Будут ли они вообще? Скорее всего, нет. Это то, что рынок, скорее всего, будет отыгрывать в дальнейшем наперед. Поэтому среднесрочно, да, рынок будет постепенно снижаться. Но, опять же, тут что надо понимать, когда рынок российских акций дает до уровня реперных зон лонговых областей, мы увидим большой такой широкий боковик. Вот что-то наподобие вот этого, то бишь вот этого, этого формата, ну и вот, рынок акций сейчас тоже котировки не показывает. Как понимаю, хакерские атаки продолжают осуществляться на московскую биржу. В общем, все как всегда. И тем самым, по мере снижения индекса ММВБ, примерно с целью на 2000 пунктов, вполне вероятно, если Газпром дивиденды не одобрит, а то может даже и ниже, к уровню 1,4 и 1,8 Вера Гана, рынок ловит большую фазу боковика. И будет так торговаться какое-то время. А любая фаза боковика, это фаза накопления. И в этой фазе БКВ, как правило, набираются большие позиции стороны крупных участников рынка. И только потом, когда бозы все будут собраны, как правило, выходят позитивные новости, и рынок начинает свой активный рост. Вот эту идею, все-таки я вам рекомендую в голове держать. Сейчас покупать среднесрочные, я считаю, рано, и я этого не делаю, а очень попозже посмотрим. Далее, другой важный момент, касательно компании Российской Федерации. Они, как ни публиковали в массе своей отчеты, публиковать их и не будут. Тем самым, очень трудно будут ознакомливаться и прогнозировать дальнейшее их будущее. По графику это одно дело, как спекулянт. Но с точки зрения среднесрока, по фундаментальным факторам, вот, например, сколько там Сбербанк заработал, да? Или там некоторые нефтегазовые компании. Умалчивается. Поэтому придется какое-то время оперировать эфемерными данными. Где-то там услышал, где-то Сям услышал, Иван Иванович что-то там сказал. И вот так мало-помалу будет информация собираться. А компании будут умалчивать это все. Вокруг да около. Далее, новые пакеты санкций. Неизбежно США, ЕС. И на горизонте уже выходят новости о конфискации активов. Предложения, касающиеся туристической сферы. Предложения вторичных санкций на всех тех, кто торгует с Российской Федерацией. Могут перестануть Индию и Китай. Как страны, которые сейчас активно у Российской Федерации дисконтно покупают сырьевые товары. И, кстати говоря, вот эта новость, которую я сегодня постил, о том, что поставки из РФ в Индию могут упасть на 30%. Ну, в этой новости коммершант указали на издержки с логистика. Но, так и странно посмотреть, то после ШОС, встречи с ШОС, я обратил внимание, риторика США по отношению к Китаю и к Индию стала такая, ну, такая более жесткая, что ли. Поэтому посмотрим, как ситуация будет раскручиваться с Китаем, с Индией, с покупкой сырьевых товаров у Российской Федерации с их стороны. Любопытно. Так как, если вдруг они перестанут закупать огромными хабами российские сырьевые товары, в первую очередь нефть по дисконту, то крайне трудно будет формировать в дальнейшем бюджет государственный. И тем самым дефицит бюджета будет только нарастать. Причина и следственная связь. Поэтому нужно следить внимательно за происходящим. Но я еще раз резюмирую. До 30 сентября на российском рынке пока будет штиль. Чуть упали, чуть отскочили, но в рамках нисходящего тренда. Но после 30 сентября или пан, или пропал. Но, повторюсь еще раз, если Газпром Дивы не выплатит, то рынку уже все будет как-то фиолетово. Участников рынка. То есть рынок будет падать, падать, падать. И вера в российский рынок у многих участников рынка, она просто прекратится. То есть пресечется на корню. Но если Дивы выплатят Газпром 30 сентября, то рынок вновь воспринят и пойдет покорять просторы 2000 местопунктов по ММВБ. Вот это надо учитывать. Подноготные факторы. С точки зрения макроэкономики, время, конечно, непростое. Никто не спорит с этим. Но нам, как трейдерам, необходимо подстраиваться. Я все равно убежден в том, что экономика постепенно будет восстанавливаться. Потому что извечно запрещать поставки сырьевых товаров это маловероятно. Так как западные страны тоже ведь потребляют немалый коэффициент сырьевых товаров, поставляемых из Российской Федерации. Поэтому какие-то, может быть, поблажки, может еще чего-то будет наблюдать со стороны той же самой Европы, которую сейчас заговорили о том, что, может быть, надо санкции с сектора древесины снять и санкции с угледобывающей промышленности Российской Федерации. Они уже об этом задумывались в преддверии зимы. Но логикой дом вы улавливаете. Ну и мало-помалу, небольшими шажками, крупица за крупицей, экономика будет постепенно всплывать. Валовый внутренний продукт постепенно будет восстанавливаться. В дальнейшем имеется в виду, потому что любой кризис имеет свой начало, имеет свой конец. И тем самым рвать на себе волосы и говорить, что все пропало, все труба, пипец. Я, конечно, понимаю, что широкие массы обожают Армагеддон, они любят магедонить. Но с точки зрения рациональной логики, я вам скажу следующее. Когда придет время, российский рынок акций снова придется покупать в средний срок. Потому что чем ниже цены по российскому рынку акций, тем он становится все интереснее, интереснее, интереснее. И вот по такой логике, между прочим, мыслят банкиры Российской Федерации. Они, как говорится, на панике. Это все предпочитают скупать. Хотя сейчас есть информация, что, публичная информация, подчеркиваю это, что до 30 сентября никаких движений в рынке не будет особых. А вот после 30-го, по мере дивидендов в Газпроме, либо, повторяюсь, пан, либо пропал. Одно из двух. Если пропал, падение рынка увидим. И внизу его там будут потом пылесосить. Будут, поверьте мне. Потому что в моменте будет больно. Это лишь в моменте будет больно. Потому что сейчас широкие массы верят в дивиденды. Если бы широкие массы в дивиденды бы не верили бы, сейчас, поверьте, Газпром бы, вот в данное время, не стоил бы 214 рублей за акцию. Хотя, я как понимаю, данные опаздывают. Из-за хакинга на московскую биржу. Видите, нету работочек и тирок. Но если бы, повторюсь, рынок в дивиденды бы не верил, ему вчера бы не стали бы откупать акции Газпрома, широкий рынок. Так что это надо помнить. Это надо учитывать. Но и моя вам рекомендация. Не суетиться, не париться, не армагеддонить. Ну и включать мозги. И принимать взвешенные, холодные, четкие торговые действия. Коль вы трейдеры, вам необходимо быть поспокойнее так или иначе. Даже в рамках тех проблем, какие сейчас реально имеются. В общем, мои мысли вы так или иначе услышали. Поэтому я вам рекомендую подписаться на все наши медиаканалы. В каждом описании под каждым видеороликом. В первом пункте телеграм-канала. Во втором пункте в канта группы. В третьем пункте Яндекс.Зен. Рекомендую подписаться, если вы все еще не подписаны. Так как информация, которую публикуется там, задержка во время поступает на YouTube. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время грамотно стратегия, наши главные союзники. Не торопитесь покупать российский рынок акций. По крайней мере, подождем 30 сентября, а дальше время покажет. Ну и не торопитесь хоронить российский рынок акций. Потому что из любого кризиса всегда есть выход. И когда тельные кризисы заканчиваются, рынок приободряется. Даже сейчас в столь сложное время, по мере выхода из кризиса, российский рынок акций ободрится. Но это будет не сейчас. Это будет позже. Намного позже. А до этого времени я лично пока остаюсь спекулянтом. Повторюсь, когда запустят торги акциями РФ, я вновь ими буду торговать. Сегодня технические проблемы есть. Нужно подождать, обождать и впереди паровоза не бежать. В общем, общий посыл вы услышали. Так что не переживайте, как говорится. Даже в рамках тех проблем, которые я сейчас повторюсь уже третий раз. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»